Мы на Голос Украины. Я 3G-репортер Никита Добрынин. Рядом со мной Анни Лорак, помощница звездного тренера Олега Скрипки. Аня, вам тяжело делать выбор, подсказывать Олегу? Очень тяжело, потому что у Олега очень сильная команда, действительно талантливые все участники. И поэтому, когда девчонки смотрят на него, и каждая достойная, и сказать сейчас кому-то, что все, побеждает кто-то, а ты не пойдешь и не продолжишь. Я не знаю, это очень эмоционально, сложно. Олег сегодня на каком-то моменте, мне казалось, заплакал. Я только, наверное, заметила эти слезы. Я говорю, Олег, по-моему, у тебя, что видно, что видно? Очень эмоционально. Я вообще не видела давно Олега таким, потому что, когда он мне рассказывал, как его растрогали девчонки, которые пели романс. Он говорит, ты знаешь, я заплакал, я заплакал. Я говорю, вау, ты такой чувственный. То есть этот проект, наверное, помогает еще и звездным тренерам, раскрыть для себя какие-то свои ощущения. И спасибо талантливым ребятам. Вообще молодцы. Аня, если бы вы были на месте Олега звездным тренером, какие голоса вы бы искали? Ну, вообще, это очень ответственная работа. И я думаю, что, прежде всего, конечно, голоса. Голоса, которые звучат от сердца, от души. Сегодня мы услышали не один такой голос. И главное, что такое голос? Это когда душа поет, когда дембрально из середины, изнутри издается и поет твоя душа. И тогда зритель это чувствует сразу, потому что это не услышать невозможно. И самое приятное, что такие голоса есть на проекте. Я вот специально буду смотреть до конца проект для того, чтобы все-таки понять, и совпадут ли мои предположения. Я еще, правда, не всех увидела, услышала. Совпадут ли мои какие-то внутренние прогнозы с теми результатами, которые будут в конце. Скажите, вы помните тот момент, эту песню, которая помогла открыть ваш голос? И кто открыл ваш голос? Вообще, голос открылся в четыре года, и никто не смог его потом уже закрыть. Потому что ребенок пел в садике, в школе и так далее. Конечно, вот конкурс «Утренняя звезда» для меня. Юрий Николаев был моим, скажем… Первооткрывателем. Первооткрывателем, да. Тем человеком, который направил, поверил и помог. Я пела песню Мэрай Керри «Without you». И я помню, как я волновалась, как дрожал мой голос. Но ты собираешься на репетиции, ты волнуешься, на концерт выходишь. В этом и заключается настоящий артист, который умеет саккумулировать свои силы на выступление. Потому что не терпит сцена слабых. «Зритель, извините меня, я тут сильно запереживал. Нет, все, прошло, следующее». Такая жизнь, такой естественный отбор. И поэтому я сегодня уже говорила, что голос, но голос обязательно должно быть перелагательным, обязательно вместе сразу должен идти и характер, и сила воли, уверенность, и вот эта харизма. Бывает, вот выходит артист, и вдруг чудо происходит, вдруг это он заполняет собой всю студию. И даже в дуэтах это сегодня мы замечали, да, выходят два артиста, но почему-то одного так много, а другого чуть-чуть меньше. Что это? Не потому что он кричит больше, потому что что-то такое невидимое, мы можем это ощущать. Почему нам нравится этот, который как праздник, который как светятся лампочки. Поэтому это есть настоящий талант и задача этого шоу раскрыть их. А вы знаете, что на «Голосе Краины» участвует представительница вашей родной земли и моей родной земли Черновцов, это Мария Ермчук. Она тоже поет на «Голосе» и тоже остается вместе с нами, она победила на ринге. Ну, я не знала, что вы тоже, так что одни мои земляки. Я очень рада вообще, что с «Буковины» попали на это шоу, потому что у нас вообще певческий край. И у нас все поют, все из «Китсманщины», из «Чернівеччины», из «Чернівеччины», из «Чернівщины», из «Карпаттия» все. У нас волосы такие, какие летят. И мне очень хочется, чтобы они долетели до наших глядачей и отримали поддержку саме «Буковинские» волосы. Шо таки є, то я с вами. Спасибо большое вам, Аня. Можно еще сказать «Голос краины 3G-репортер» и показать три пальца? Голос краины 3G-репортер.